И вновь на канале Питерский Золотник. Приветствую мои дорогие дети и подписчики. Хочу вам представить свою работу мастерства как юрид цепника. Это у меня очередное видео в котором мы будем изготавливать цепочку Ramzes весом на 60 грамм длиной 60 сантиметров. У нас есть готовая заготовка в этом видео в виде проката. Сейчас мы будем тянуть диаметр проволоки который нам понадобится 0.75. Начнем с того что будем тянуть ее. Приступаем. Продолжаем тянуть проволоку. Вот это у нас последняя дырка 0.75. У нас получилось много проволоки. Проволоку мы сейчас в моточке соберем. На выход нам потребуется где-то 80-85 грамм металла. Очень важно сейчас ее хорошо погреть. Проволоку мы собрали в моточек. Сейчас мы на нее накрутим медную проволоку, чтобы она ее хорошо держала, чтобы мы могли ее хорошенько погреть. Мы вот идем греть ее. Проволоку мы достали с отбелой. Сейчас мы будем ее накручивать. Перед этим я вам дам небольшую информацию, каким образом она делается. Это получается, что спочка состоит из двух частей. Это бисмарк, который одной из них в правую, собранную другую в левую. Потом она соединяется, между собой спаивается и получается одно целое. Вот так она выглядит у нас. Умножение у этой цепочки получается 2.8, 2.9, 3 миллиметра. Можно еще больше. Кто как делает. Кому как удобно, так и делает. В общем, я взял ригель 2.2. Сейчас мы будем на нее накручивать. Ригель вставляем в патрон. Плотно будем ее накручивать на ригель. Одну мы сейчас влево, другую вправо накрутим. Проволоку мы накрутили плотно на ригель. Сейчас мы будем ее раскрывать, разводить. Такой гвоздик для разводки. И вот эта пружинка, которую мы вправо накрутили. И ее сейчас мы будем раскрывать. Пружинки готовы для сборки. В общем, одну пружинку мы одну часть накрутили направо, другую налево. И вот так она собирается. В общем, три витка откусываем сверху. И конец заводим вовнутрь. И уводим наружу. Это у нас два левосторонних. Так же заводим. Три витка откусили. Вот так вот. Три звена мы собрали. И вот, если так рядом поставить, оно отличается. Даже не скажешь, что это одно и то же плетение. Хотя, все то же самое. Одно вправо, а другое влево. Продолжаем сборку. Сборка идет у нас полным ходом. Вот такой кусочек мы собрали. Это у нас правосторонний бисмарк. Немножко было неудобно вначале, а теперь уже приноровился. Нормально. Ну и вот, почти мы уже завершили. Правую сторону мы собрали уже. Правосторонний бисмарк. И осталось это левосторонний. Буквально сантиметров два-три еще добрать. И будет готово. И пойдем паять. Это обычный бисмарк. Все так в основном собирают. Он легче собирается. Потому что привычно. Вот у нас что получилось. Сейчас два. Две цепочки. Это все мы сейчас будем паять. Потом лишние заусинцы будем откусывать. И будем ее соединять. Будем паять. Будет одно целое. Перешли мы в комнату пайки. Сейчас мы цепочки отфлюсуем. Макнем флюс. И будем ее сушить. Пайка будет идти таким образом. Получается вот эти усики все. Иксы так называемые. Все их нужно запаять в верхнюю часть. Вот я сейчас покажу. Получается вот если вот этот участок. Вот эти усики они должны. Которые упираются на верхнюю часть. Вот эти места будем паять. Вот слева, справа, слева, справа. И с четырех сторон. Также вот здесь, здесь. Буквально три звена. Паяем и цепочка. Эта часть цепочки целиком будет запаяна. Бросаем ее кислоту. Бросаем кислоту. Сейчас ее погреем. Сейчас мы от заготовки будем откусывать лишние заусинцы. От самой корень, там где припой заканчивается, мы будем ее откусывать. Продолжаем откусывать лишние заусинцы. Вот. Эту часть заготовки мы уже полностью в четыре стороны откусили. Это у нас готово. И переходим на вторую часть заготовки. Здесь также то же самое. Откусываем лишнее. Так. Ну вот, заготовки. Обе мы откусили все лишние заусинцы. Теперь нужно нам ее подровнять. Потому что она винтом идет. И надо ее вот так вручную немного сперва так докрутить. Чтобы она на одной линии выпрямилась. Сейчас мы сперва вручную это немного сделаем. А потом мы ее тисками одну сторону зажмем и вторую ручными тисками. В общем, вручную мы докрутили все. Теперь вот в натянутом положении, в тисках, мы ее держим и начинаем докручивать. Здесь я не буду показывать, потому что неудобно. Обзора нет. В общем, пальцем надо будет еще вот эти моменты, какие-то места докручивать. Чтобы она ровная была. И после мы ее пустим под вальцы. Запилим бока. И между собой спаяем. Теперь сейчас мы уже заготовки пустим под вальцы. Вручную мы вот так выпрямили их. Пускаем сейчас в плоскую. Сейчас вот в верхнюю часть. До этого я бока сказал, это я неправильно сказал. Нужно вот в плоскую запилить. И потом между собой мы будем соединять ее. Цепочку мы сейчас в плоскую будем запиливать. Чтобы звенья они все выровнялись. И между собой мы будем потом эти заготовки спаивать между собой. В общем, заготовки готовы для пайки. Обе части мы в плоскую запилили. И если мы сейчас их соединим. То получается вот у нас вот этот рисунок нужный. Кранзес получается. Теперь пойдем паять ее. Это самый ответственный момент. Нужно, чтобы вот эти звенья друг другу... Их нужно спасать четко и запаять. Чтобы вот эти усики друг к другу подходили. Перешли мы в комнату пайки. Сейчас мы вот эти оба заготовки, из двух частей которой, отфлюсуем, разложим и начнем паять. Приступаем к пайке. Оба стороны сейчас заготовки друг другу спасали. И начнем паять. Ну вот, дорогие друзья, цепочку мы сейчас прихватили припоем. Вот везде уже рисунок есть. Вот так получилось у нас до самого конца. Если ее перевернуть, то получается здесь еще припоя нет. Сейчас мы ее отфлюсуем и везде еще раз пройдемся припоем. Субтитры создавал DimaTorzok Готово. Цепочку все мы запаяли. Теперь мы ее бросаем в кислоту, чтобы отбелилась. Потом пойдем под вальц, пустим и ее запилим. Вот так. Цепочку мы достали с отбела. Вот такой у нас узор получился. сейчас мы в плоскую пустим ее под вальца, чтобы сплющить. И после мы ее запилим. Цепочку мы все запилили. Осталось сейчас ее отшкурить и все будет готово. Вот такая она у нас получилась. Ну вот, дорогие друзья, цепочку я отшкурил. Сюда у меня до этого я сделал замочек, коробочку. Я ее спасовал к полотну и биндером зафиксировал. Сейчас мы пойдем ее паять. Вес у нас получается где-то на 55 грамм. цепочка у нас получилась. Ну вот, друзья, коробочку я сейчас обработал, убрал проволоку. Сейчас мы сюда добавим петлю, петлю сделаем, проденем. Пойдем ее запаяем. И цепочка готова для того, чтобы мы ее отполировали. Сперва в галтовочку бросим и после мы ее полирнем. ну вот, в общем, страховочку я запаял. Я вам сейчас продемонстрирую ее. Щелчок. И еще дополнительно. И сейчас мы ее бросаем в галтовочку. Она сейчас отгалтуется. Все будет красота у нас. Цепочку мы достали от галтовки. Вот она отгалтована красивая уже. И сейчас мы будем ее полировать. вот спорчика отполирована. Сейчас мы ее помоем в ультразвуке. Что же, дорогие друзья, вот наконец-то дошли до знаменательного. Вот такая у нас красота получилась. цепочка представляет во всей своей красе очередное произведение искусства. Оставляйте комментарии, ставьте лайк, делитесь видео. До новых встреч. Благодарю вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok